Доступнее, чем GTX 1050 из современного поколения, нет ничего, кроме одной единственной видеокарты – это RX 460 от AMD. Она у меня в компе, и это вариант от Sapphire. Здорово, что Sapphire наконец-то занялись подсветкой в своих видеокартах. У них есть два разных варианта подсветки. Первый, тот, который мне нравится – это когда подсвечивается надпись Sapphire. Здесь она, как видите, не светится. Второй вариант, который мне именно не нравится – это светодиоды припаяны с обратной стороны платы. Они синие, светят синим, но вот сверху почему-то получается зеленые при прохождении через текстолит. Идея понятна – они пытались с помощью текстолита рассеять свет, чтобы он выглядел красиво. В итоге видно каждый из четырех светодиодов и выглядит это не очень хорошо. У меня уже один из подписчиков даже спрашивал, а как можно отключить эту подсветку. А никак, в фирменном приложении такого нет. Эту видеокарту я тестировал в FullHD разрешении. В Battlefield 1 на ультра настройках у меня получилось 45 кадров в секунду. Если у вас монитор на 60 Гц, а он скорее всего у вас есть, то все будет в порядке. Но для того, чтобы было кадров в секунду больше, то просто делаем высокие настройки и получаем гарантированные 60 фпс, а пока только 45. В Overwatch на эпических настройках графики и FullHD разрешении получается 56 кадров в секунду, хотя прямо сейчас мне показывается даже больше 60, 66, 70 кадров в секунду. Чтобы вы понимали, эпические настройки графики, они еще выше, чем ультра настройки. Они безумно сильно ссадят систему, очень жесткая нагрузка на видеокарту и на процессор. А вот в Counter-Strike играть вообще отлично, в среднем получается 160 кадров в секунду, при этом частота колеблется очень сильно, от 150-140 и аж до 220 кадров в секунду. Это очень здорово, прикольно, играть комфортно, но Макс говорит, нужно еще больше. Нужно 300 кадров в секунду. То есть для контрушечки, для комфортной игры нужно покупать 1080 Ti, 8-ядерные Core i7 и 64 гигабайта оперативки, тогда будет нормально. Когда я играл в Rainbow Six Siege, у меня получилось 63 кадра в секунду, при этом были самые высокие настройки в Full HD разрешении. Когда я играл в GTA V на тоже высоких настройках и Full HD разрешении, у меня получилось 26 кадров в секунду. Здесь, конечно, не так прекрасно, но в GTA реально есть куда опустить настройки. Там если поставить не ультра, а просто высокие, то будет абсолютно играбельно и будет порядка 50 кадров в секунду. В простое видеокарта прогрелась до 44 градусов, и это абсолютно нормальная температура, учитывая, что при этом вентиляторы полностью стоят. То есть работает только пассивное охлаждение. А вот в играх у меня получилось 78 градусов, и это очень высокая температура. При этом всем, что вентиляторы здесь большие, охлаждение избыточное, они могут нормально раскрутиться, но не раскручиваются. Я догадываюсь, что Sapphire это сделали специально для того, чтобы шум не увеличивался. А сейчас посмотрим, что у нас здесь с охлаждением. В системе охлаждения два вентилятора по 90 мм, якобы производства Sapphire, они не сильно шумят, и это хорошо. В пассивном радиаторе сразу две медные теплотрубки, которые снаружи никелированы, диаметр каждый по 6 мм, при этом есть пластина-посредник для того, чтобы эти теплотрубки нормально покрывали контактом весь чип. Охлаждаются еще и чипы памяти с помощью металлической пластины и теплопроводящих прокладок. Плюс есть крохотный радиатор на мосфетах, дроссели не трогают. Я думаю, что покупая эту видеокарту, вы заранее готовитесь к тому, что вы будете играть либо на высоких настройках, либо на средних, но точно не на ультра, либо будете играть в что-то по типу Counter-Strike, либо Dota. Для таких применений видеокарты с головой. Она довольно тихая, из корпуса закрытого вообще абсолютно не шумит, хотя температура, конечно, высоковатая. Я бы попытался сделать их пониже с помощью дополнительных программ. А чем же хороши видеокарты именно Sapphire? Во-первых, Sapphire стоит немного меньше, чем конкуренты. То есть, например, вот эта 460 стоит меньше, чем другие 460, например, от MSI, либо от Asus. А во-вторых, недавно вылезла очень интересная информация, точнее, это ТОП по отказоустойчивости железа. И этот ТОП возглавляет компания Sapphire. Внезапно их видеокарты отказывают в работе намного реже, чем конкуренты. В обзоре я не говорил про некоторые характеристики этой видеокарты, точно так же, как и про конкретную цену. Все это можно узнать у нас в интернет-магазине по красивой аннотации слева от меня. Здесь кнопка для подписки на наш канал, жмите ее, есть лайки, есть дизлайки, тоже не стесняйтесь, но если видео вам не понравилось, то напишите коммент, в чем была проблема. Меня зовут Просто Руди, мы с вами, друзья, обязательно увидимся. Всем до встречи в следующих обзорах и пока. ПАМ!